Здравствуйте! Вы смотрите новости премиуси. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. На полях колхоза Колос губернатор протестировал в работе новый комбайнер Ассельмаша. Обработав часть поля, Василий Голубев остался доволен производительностью и комфортом новой машины. Объективная отчетность по уборке, борьба с неформальной занятостью, продолжение ремонтов СДК – эти и другие вопросы рассматривали руководители на очередном планировом совещании. В этом году в конкурсе «Наш веселый Тарантас» приняли участие 11 семейных экипажей. Среди критериев их оценки – оригинальность идеи, активность группы поддержки и защита выбранного образа. И теперь более подробно. 8 июля в Матвея-Курганском районе с рабочим визитом побывал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Цель губернаторской поездки – ознакомление с ходом уборки зерновых и подготовки к осеннему севу. Совещание на эту тему прошло в Греково-Тимофеевке, в одном из лучших хозяйств области – СПК «Колос». Перед совещанием губернатор лично поучаствовал в уборке урожая. Он протестировал в работе один из самых высокотехнологичных комбайнов в мире, серийное производство которого стартовало на Ростельмаши в прошлом году. Обработав часть поля, Василий Голубев остался доволен производительностью и комфортом новой машины. Во время обеда Василий Голубев пообщался с механизаторами, и они его заверили, что урожай в этом году будет не ниже, а может быть даже выше, чем в прошлом году. Губернатор заехал на элеватор, а затем побывал в пекарне, хлебобулочная продукция которой в районе пользуется большим спросом. «У нас булочки, она раздоба разобралась. Все свежее. Мы у нас обслуживаем 52 магазина. Это на объектах Альска». После поездки по объектам хозяйства состоялось рабочее совещание. В нем приняли участие заместитель губернатора Сергей Бондарев, министр сельского хозяйства правительства Ростовской области Константин Рачаловский, председатель аграрного комитета законодательного собрания Ростовской области Владимир Гребенюк, а также главы сельских районов и ряд руководителей передовых хозяйств региона. Главная тема совещания – тактика уборочных работ. В последние годы вы знаете, что у нас была неплохая ситуация урожая в целом области. И понятно, что задача сегодня – собрать урожай, который созрел. Для нас лично отбавлено, что мы произвели не равно высокого качества. Хочу подтвердить, что я осознаю и понимаю, что горка крема – это очень сложный процесс, легких никогда не было. Моя задача не только отступить, но и сохранить. А учитывая, что выражает выдача в области специалистов достаточно весомого, значит, задача стоит в том, что мы полностью собрали. Один из докладчиков – глава Матвеева Курганского района Александр Рудковский. В его выступлении был затронут ряд вопросов, в частности, о развитии свекловодства на Дону. И было бы замечательно ввести в себе ворот очень выгодную культуру сахарной звезд, которая является хорошим предшественником для зерновых отхода производства для корма животноводства. И строительство, по-вашему, сахарного завода, безусловно, послужило для развития свекловодства на Дону. Один из вопросов – о проблемах, которые возникают в условиях хозяйствования на приграничных полях. Глава Донского региона рассказал о мерах, которые принимаются по их урегулированию. Есть поручение договоренности, что в ближайшее время у нас есть вопросы, связанные с церковью. Они должны быть отработаны и доложены мне на одном из совещаний, в том числе и отложены в одной секретаре, где пройдем в стадии по крайней мере. Спасибо. В этот же день в Матвеевом Кургане губернатор провел прием граждан. Большинство просьб имели социально значимый характер. Например, речь шла о реконструкции водопроводных сетей в хуторе Мало-Екатериновка. Губернатор отдал распоряжение включить этот объект в программу на 2017 год. А ремонт дороги по улице Ворошилова в Алексеевке осуществится еще раньше, уже в этом году. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиуси». В понедельник в администрации Матвеева Курганского района состоялось очередное планированное совещание. Короткими докладами выступили руководители служб правопорядка и жизнеобеспечения. Минувшие две недели прошли спокойно, без каких-либо чрезвычайных событий. За это время было раскрыто несколько резонансных преступлений. Задержан был в Ростове житель Новгородской области, который у нас в 23-24-го в Свято-Непольском храме кражу совершил, телефона и карты Сбербанка. Снял с ним 10 тысяч, соответственно, и был пойман на этом. Доставлен, явка с повинной получена. Также у нас тоже такое редкое явление, но раскрыто у нас хищение 7 тысяч рублей с банковской карты. Значит, тоже карта изъята, явка получена, сейчас идет работа. В районе полным ходом идет сельхозперепись. Все проводится по намеченному плану. Графики обхода выдерживаются, жалоб не поступало. На сегодняшний день у нас переписью ухвачено 23,5%. Пока мы, значит, замечаний, нареканий, пока мы, слава богу, нету. То есть, все идет в планном таком нормальном режиме. Земледельцы успешно ведут уборку зерновых. Урожай пока чуть лучше прошлогоднего и есть надежда на хорошие итоговые показатели. На сегодняшний день урожай у нас радует. В среднем где-то полтора-двадцать сектора мы идем с плюсом к прошлому году. В среднем по району. Значит, на сегодняшнюю дату у нас убрано 17%. При среднем урожайности 42,3 сектора с лектаром. В связи с этим крайне важна своевременная объективная отчетность, особенно среди малых хозяйств. Александр Рудковский дал соответствующее поручение главам сельских поселений обеспечить регулярную отчетность среди местных предпринимателей. И мне кажется, что в этом плане надо, я попрошу коллеги, вас, главы, все-таки на эту тему как-то возьмите на вооружение. Потому что земля, она не любит вот таких наскоков. Надо работать. И как бы ни обижались малые формы хозяйства, я знаю, что они как бы считают себя достойными представителями на этом рынке, или как сказать, на этом поле, вот, профессиональным. Так вот, если они хотят этим называться профессионалами, значит, тут должно быть все по-взрослому. То есть, и отчетность, и все остальное. На планерном совещании шла речь о необходимости продолжения проведения координационных совещаний по налоговым задолженностям и неформальной занятости. Поручено также продолжить ремонт сельских домов культуры и клубов. Я уверен, что, с одной стороны, мы приведем в декабрь, а взрослые подготовимся к выборам. Потому что, вы знаете, что, в принципе, в каждом сельском доме культуры находится избирательный участок. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусе». На Дону началась разработка проектной и рабочей документации военно-эсторического музейного комплекса «Сембекские высоты». Уже заключен соответствующий государственный контракт на сумму почти 15 миллионов рублей. Музейная экспозиция займет около 2000 квадратных метров. В нее войдут интерактивная площадка с военной техникой, блиндажами и окопами. В прошлом году начал работу благотворительный фонд в поддержке создания музея. Каждый житель Рософской области и всего мира может принять участие в строительстве этого комплекса. Народный военно-исторический комплекс «Сембекские высоты» планируют торжественно открыть в 2020 году. Это будет год 75-летия Победы. Дню семьи, любви и верности был посвящен конкурс детских колясок нашей селы Тарантас, который прошел 8 июля на центральной площади Матрия Кургана. Благочинный Ирий Игорь Миляев поздравил всех присутствующих с Днем Семьи, Любви и Верности и обратился с напутственным словом к участникам конкурса. Всем вам желаю любви, семьи, верности, повторения тех слов, которые сегодня звучат в названии нашего праздника. Дай Господи, участникам помощи Божией и чтобы никто не расстраивался, конечно, будут какие-то победители, но все вы очень замечательные и дай Господи всем. Сначала перед зрителями продепилировали воспитанники детских садов района с кукольными колясками, которые были оборудованы и украшены в соответствии с выбранным образом. Пономарева Ника, детский сад номер 4, Ласточка, образ Нюша. Горунова Каролина, детский сад номер 10, Семицветик, образ Летняя Фантазия. Комашня София, детский сад номер 10, Семицветик, образ Неваляшки. Сотретинова София, детский сад номер 10, Семицветик, образ Почущему Увелению. Мирожниченко Даниил, детский сад номер 10, Семицветик, образ Танк Т-34. В этом году в конкурсе приняли участие 11 семейных экипажей. Оформленные из подручных материалов коляски оценивались по нескольким критериям, среди которых оригинальность идеи, активность группы поддержки и защита выбранного образа. Прямо к победе путь держи, всем путам надкилим себе скажи, не бойся ни штурма, ни ветра не бурит, пусть будет все у нас в ажуре. Соревнуясь вместе с вами, мы останемся друзьями. Пусть борьба кипит сильней и наша дружба вместе с ней. Членам жюри, в состав которого вошли уважаемые люди района, было непросто определить, кто же справился с заданием лучше. Все участники подготовились основательно. За ваше гостеприимство мы хотим вам вручить небольшие подарки. Это пупы и матанки. Они бесыкие, поэтому не случайно, неумышленно, никогда человеку не напредят. И если вдруг сегодня вы улетите домой, и за углом вас ждет беда или неприятность, пупа, примет ее на себя, то и смерть, примут ее, и будет у вас счастье, здоровье и любовь. На следующем этапе конкурса, за беги с колясками, участникам был предоставлен транспорт, так что все были в равных условиях. А роль ребенка в целях безопасности играла в кукла. До старта, внимание, марш! Матышу холодно точно не будет. Объехать препятствия, заехать на паркурку, посетить два импровизированных магазина и с покупками вернуться к месту старта. Такая задача стояла перед главами семей. Совсем не строгая и очень справедливая жюри подсчитала баллы. В результате первое место заняла семья Симончук из Ряженского сельского поселения. На втором месте семья Олас из Большекирсановского сельского поселения. На третьем семья Коваленко из Матвеево-Курганского сельского поселения. Специальный приз номинации «Коляска-Шумахер» получила семья Рассамаха из Анастасиевского сельского поселения. Подарки получили не только победители, а все участники этого веселого семейного конкурса. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». По просьбе зрителей мы повторяем специальный репортаж нашего корреспондента Александра Качера о поездке в ДНР. Самые независимые от реальности украинские СМИ в рамках информационной войны продолжают пугать своих сограждан мифами и страшилками про то, как жители мятежных республик ДНР и ЛНР снабжают гнилыми продуктами, да еще и по супервысоким ценам. Мы решили посетить Амвросевский район ДНР, а вернее его райцентр, город Амвросевку. С одной целью посмотреть, как живут люди в молодой республике, и действительно у них все так плохо, как говорят украинские СМИ. Город встретил нас чистыми зелеными улицами. Поскольку город находится далеко от линии боевых действий, никаких взрывов и выстрелов здесь давно не слышно. Даже военных мы за весь день так и не встретили. На центральной площади города гуляли мамочки с детьми. Студенты сидели на лавочках возле фонтана. Нам удалось взять интервью главы администрации Амвросевского района Николая Николаевича Тарасенко. У нас сегодня в районе 28 школ, 29 детско-юношеская спортивная школа, 30 музыкальная школа и 31 школа творчества. И плюс 31 детский садик по району. И все как бы комплект? Все работает, все нормально. Дети ходят. У нас прекрасная школа-интернат. Я когда пришел, там вообще детей разобрали в Славяногорск и не пропустили их назад. Сейчас у нас в школе-интернате 159 человек. Из них 28 маленьких детей. Я сильного возраста. Трехлебных заводов работает. Два комбината хлебопродуктов работает. Лесхоз есть у нас, 18 тысяч лесу на территории района. Работает сельское хозяйство, работает район. В общем, работает вся социалка у вас. Все работает, ничего не стоит. Настроили мы, я прошел, тут вообще ничего не было. И банк работает, и налоговая работает, и пенсионный фонд работает, казначейство работает, и суды работают, прокуратура, и военкомат. Все работает. А еще организации какие-то запустились? У нас на сегодняшний день, у нас же промышленный... Ну, завод цемент. Да, у нас Донцемент. На него говорили Хальберцемент, а в Невце... Сейчас работает Донцемент. Две печи работают, цемент делают. Цемент на... Азбецоцементное предприятие, техпром называется. Делает шифр, делает обоцементные трубы. Теперь, есть у нас сегодня промцемент, вот в городе находится тоже, производит цемент. И есть люкс-цемент. Ну, это маленький завод, туда сейчас устанавливают новое оборудование, современное. И мы в настоящее время, у нас большой завод стального литья. Есть, мы на заводе стального литья собираемся в основном сейчас производить, начали запускать запчасти по сельхозтехнике. Запустили завод контора, это мы создали завод контору. Завод контора, конечно, уже завистрировано как предприятие, работает наш завод контора. Скажите, пожалуйста, население возвращается или уже вернулось? Население много возвращается. Возвращается много населения, да. Как говорят, где нехорошо, дома лучше. А фермеры-одиночки там такого? У нас сегодня 36 общества, организующие ответственностью, и 107 фермеров. С овощами у нас была напряженка. В прошлом году было у нас 32 гектара овощей. В этом году 270. В основном капельный полив. Закупаем капельный полив и делаем так, что овощи есть у нас, да. А скажите, район сам себя обеспечивает на 100%? Ну вот у нас, если нормально будет, мы на сегодняшний день, я думаю, около 100 тысяч тонн соберем пшеницы. А у нас сегодня для того, чтобы ДНР прокормить, нам надо 178 тысяч тонн. Считаю, что где-то 60% Амросевского района кормит все ДНР. Да, занимаемся сейчас по Амросевскому району, занимаемся по Амросевскому городу, занимаемся ремонтом дорог по всем улицам ремонтивным. У двух, у трех селок занимаемся. Это Благодатнивская сельская администрация, у нас сейчас сельская администрация, Белояровская сельская администрация. Ну и собираемся, Николаевская сельская администрация тоже собираемся делать эту чепуху. Полностью запустили в эксплуатацию парк. У нас парк был убитый на Ухналь. Мы парк запустили, вот был День молодежи, мы отмечали в парку День молодежи. Запустили там и все аттракционы, запустили кафе для взрослых, допустили кафе для детей. Все это делаем. Сейчас заканчивают капитальный ремонт стадиона. Сейчас у нас на первенство района участвуют 16 команд. Не раньше не было. Я как-то, я же бывший спортсмен, ну я боксер, я 13 лет на большом ринге был. Ну, есть у нас и борсоры, есть чемпион Европы по боксу в Амбросовке тоже занимается. Волейбольная команда есть. Сейчас ремонтируем в дворе спорта у нас есть, плавательный бассейн делаем. Ну, у нас так все нормально, я считаю. Когда началась экономическая блокада республик, объявленная Киевом, в ДНР в магазинах в один миг взлетели цены на продукты. Воспользовавшись ситуацией, некоторые предприниматели, вернее спекулянты, просто взяли и умножили на два, а в некоторых случаях и на три, свои ценники. Местные жители стали возмущаться, но власти быстро сориентировались и вспомнили советский опыт. Так был организован народный контроль, который возглавляла Ольга Соломатина, председатель Совета ветеранов и ветеранов труда. Народ задыхаться встал, купить невозможно. Поэтому появилась наша организация. Поэтому мы подключились к работе. У нас там, собственно говоря, пенсионеры работают. Женщины, ну такие пенсионеры, что в жару дадут фору всем. Предприниматели стонут, плачут от них. Они молодцы, женщины. Предприниматели приходят, жалуются, пожалуйста. Жалуются, звонят. Первый попавшийся нам магазин встретил нас неплохим ассортиментом колбасных изделий и сыров. Здесь мы купили три вида колбас, заплатив в общей сумме 345 рублей. Как вы сами понимаете, эти деликатесы товар не дешевый. И у нас в России мы бы заплатили как минимум вдвое больше. Далее мы посетили первый республиканский супермаркет. По организации торговли в чем-то он похож на наши сетевые супермаркеты вроде Перекрестка, Магнита или Пятерочки. Только цены здесь гораздо ниже. Логистический центр и склады находятся в городе Донецке. Доставка продуктов производится централизованно. В основном это продукция местных предприятий, а также товары из Белоруссии и России. Пообщавшись с местными жителями, мы поняли, что в большинстве эти люди понимают текущую ситуацию. Они доверяют своему правительству, Александру Захарченко, местным властям и надеются на лучшее. Они прекрасно знают, никто Донбасс не сдаст, потому что они не сдадутся. Очень многое им пришлось пережить ради того, чтобы остаться русскими, остаться просто людьми. Александр Качур, Андрей Лунев, телекомпания «Премиуси». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения. Продолжение следует...